Так, коллеги, спасибо. Но я все равно считаю прецедентом это распределение, и вот почему. Действительно, мы здесь увидели направление, которое должно быть подкреплено текущими исследованиями, и мы видим, что шестой вопрос, пятый вопрос не вошел. И поэтому, может быть, Константин Могилевский, присутствующий сегодня в зале, может порассуждать о важности того, что мы отнесли к тому самому шестому пункту, разделу или направлению нашей работы. Ведь фактически то, о чем мы сегодня говорим, это возможность, возможность обсудить, какова роль таланта не только сегодняшнего дня, но и в истории. И опять же, мы вспоминали сегодня школу, и много о ней говорим. Нас учили в школе. Какова роль личности в истории? Сегодня, на ваш взгляд, с учетом постановки вопроса. Пожалуйста. Спасибо большое. Конечно, историю делают личности. Мы только что отметили 350-летие Петра Первого. Талант. Талант вообще. Можно ли сказать, что Россия страна талантов? На мой взгляд, можно, конечно. Наверное, и про некоторые другие страны, можно так сказать, но про Россию мы точно знаем. И Петр Первый, и Михаил Ломоносов, изобретатель радио Попов, историк Ключевский, но сколько их ни перечесть, маршал Жуков. Во всех областях мы можем вспомнить, найти таланты, которые изменили историю России, улучшили жизнь людей, продвинули экономику вперед. Но, может быть, только в футболе в последнее время как-то меньше, хотя в истории тоже можно найти такие примеры. Но я вот думаю, талант, все-таки незаурядные, выдающиеся способности, это же не синоним, не всегда синоним такого упорства, такой жизненной силы, настойчивости такой. Вот говорят, талант пробьет всегда себе дорогу. Есть в русском языке такое устойчивое выражение. Вот я сомневаюсь, честно говоря. Мы можем вспомнить много талантов из нашей истории, но сколько людей себя не реализовали. И в этом смысле создание государственной системы выявления, поддержки, продвижения талантов, то, что сделано в России последние годы, вот система Сириуса, мне кажется, она означает собой качественный сдвиг. У нас не было в истории такой системы. У нас действительно таланты всегда сами пробивали себе дорогу. И мне кажется, мы сегодня, мы страна, мы народ создаем как раз условия для формирования нового качества экономики вот за счет специально выявленных и продвинутых талантов. Возвращаясь к вашему вопросу, я отвечаю на него прямо. Я бы сказал, что, конечно, историю делают личности, но личность можно взять за руку и привести в историю. И тогда она сделает жизнь лучше. Спасибо. 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 Спасибо.